Всем привет, меня зовут Кэт Кена и ты смотришь Puzzle English. Сегодня хочу поговорить с тобой о современном сленге, сленг тинейджеров или сленг соцсетей, наверняка тебе какие-то из этих слов встречаются, чтобы вот было проще ориентироваться. Начнем со слова, которое ты точно знаешь, это слово adults или adults, у него такое плавающее ударение, можно произносить и так, и так. Его превратили, очень много мемасиков, его превратили в процесс. То есть вот это вот быть взрослым очень стрёмно, я не хочу платить мои счета. Если ты загуглишь это слово и поставишь мемы, тебе выпадет куча всего, да, это может относиться к чему угодно, там, я не знаю, ходить на работу, оформить страховку, заниматься какими-то делами, которыми обычно занимаются взрослые. Так что вот, теперь это еще и такое слово adulting. Дальше наверняка видели слово basic. Basic, естественно, может означать как какой-то базовый, изначальный, но если ты описываешь из контекста, как правило, понятно, человек или какое-то явление или продукт как basic, это не очень хорошо. Basic означает mainstream, basic означает как все, как у всех. И, как правило, людей, которых называют basic, они как раз хотят не быть как все, они хотят выделяться, но у них не очень хорошо получается, наверняка слышали basic white girl. Это, да, типичная белая девочка, если их там пять штук в ряд поставить, они, скорее всего, будут, у них будут похожие прически, похожие одежды, похожие увлечения. Это такая мейнстримовая, попсовая, мы по-русски говорим. Вот попсовая, как у всех, вот это basic. Pumpkin spice lattes are so basic. Да, то, что по осени начинают делать вот эти pumpkin spice из тыквы со специями, латте, сейчас уже такое клише стало, поэтому это называют they are so basic. Очень сильно сейчас развивается у нас cancel culture или to cancel somebody. Cancel мы знаем, отменить что-то, отменить какие-то планы, бронь, там, что угодно. Так вот, теперь еще у нас и человека можно отменить. Это пошло из ютуба. Относится оно, как правило, к людям, у которых уже есть какое-то количество фолловеров, фанатов, какая-то есть уже популярность. И когда их предлагают отменить, cancel, это значит бойкотировать. Мы уже и в русском слове бойкотировать не используем, но вот cancel это примерно вот это значение. Перестать обращать внимание, отписаться, не давать больше возможности быть инфлюенсером и так далее. Как правило, это случается после того, как человек накосячил. То есть, если был какой-то популярный блогер, он вдруг вывалился и сделал какие-то расистские замечания или какие-то еще, да, против которых общество такое, ты что, с ума сошел? И вот после этого начинается. Про президента своего они часто шутят, да. Нам нужно Трампа уже все удалить. Еще, короче, сейчас распространилась фраза, особенно если в тиктоке вы сидите, там в шапочке у многих тиктокеров написано CEO of something. CEO вообще это аббревиатура, это серьезный термин, это chief executive officer. Это должность в компании, самая высокая должность, самый высокий начальник компании, фирмы, корпорации CEO. По той же аналогии теперь можно быть CEO чего-то. Я бы на русский перевела как я король или я королева чего-то. Это может быть как плохое, так и хорошее. Если ты чем-то славишься, может быть, ты всегда опаздываешь. Или, может быть, ты как-то по-дурацки танцуешь. Или, может быть, ты... Я вообще королева всего. Я сама себе босс, сама себе хозяйка своей жизни. Это хорошо, да? Кстати, может быть, как с артиклем, так и без. Я видела I'm CEO of чего-то, I'm the CEO of чего-то и так и так. Можно быть... То есть это, видимо, человек, который как-то очень... Так плохо танцует, что никто так плохо не танцует, поэтому I'm the CEO of ugly dancing, ужасных танцев. I'm the CEO of being late. Никто так не опаздывает, как я. Ну и так далее. I'm the CEO of saying the wrong thing at the wrong time. Да, я королева того, чтобы сказать... чтобы говорить не те вещи, не в то время. That's true. Sorry. Так что придумайте себе CEO чего-то и добавьте к себе в биографию. Еще есть тоже термин из соцсетей. Cloud. С Т на конце. Это популярность. То есть это слава, влияние, это количество просмотров, лайков. То есть когда вы... Кто-то говорит вам... Oh, you'll do anything for cloud. Ты ради славы сделаешь все. Ради просмотров, ради лайков. Ради того, чтобы у тебя росла популярность в сети. Отсюда же... He's such a cloud chaser, допустим. Да, человек, который гонится за этим. Слушайте, я недавно прочитала историю. Блогер из Мексики, девочка. Снимала видео, не помню, то ли для ТикТока, то ли для Ютьюба. И там была инсценировка ограбления. И актеры это все дело играют, да. И актер, который ее похищает... Не ограбление, точнее, похищение. И актер, который ее похищает, стреляет ей в голову. И пистолет был заряжен. И этот блогер погиб. Она погибла. То есть, вот это вот... You'll do anything for cloud. Люди настолько сошли с ума, что вот ради этой популярности в сети вообще на все готовы. Клауд это вот про это. Что вообще на все. Ради этой популярности. Сорян за немножко вот такую дарковую историю. Но ничего, иногда полезно. Дальше. Слово glow up. Есть существительное. Есть глагол. По аналогии с grow up. Только grow up это у нас взрослеть, да. Это ты, например, был маленький и вырос. Или grow up, как типа пора уже взрослеть, хорош, что-то ведешь себя как ребенок. Вот glow up, по этой же аналогии, это какая-то трансформация личности. Это может быть внутренняя трансформация. Но она, как правило, отражается еще и внешне. То есть, вот ты был гадким утенком в школе. И хопа, стал красавчиком или красавицей. Или ты, например, обрел уверенность в себе. Нашел себя, поменял работу. Ты был такой заморыш серенький, страшненький. А тут вот что-то вот у тебя пошло в жизни, да. И ты хопа и расцвел. Вот это glow up. То есть, у меня в прошлом году случился такой расцвет, какие-то явные изменения. Есть такая, есть мем. Glow up – это реальная штука, да. Расцвет, он случается нежданно. Be careful who you call ugly. Осторожно кого-то называешь страшным. Особенно это относится к школьникам, когда ты в школе кого-то гнобишь. Типа, фу, он заморыш, он такой потом хопа, вырос. И красавчик. Никто не ожидал. Или видео, например, how to glow up at home. Это, как правило, будет про какое-то переодевание, макияж, может быть. Ну, скорее всего, про макияж. How to glow up at home. Как себя преобразить дома. Так, дальше осталось всего три слова. Salty. Salty мы все знаем, у нас переводится как соленый. Salty. So salty. Теперь слово salty можно использовать по отношению к человеку, когда человек такой завидует, расстроен, рассержен, раздражен. Такой salty. Вот так. Она такая вся немножечко сейчас мерзкая, потому что все внимание не на ней. Вот, кстати, еще одно выражение. To be in the spotlight. Это означает, что внимание на тебе. To be in the spotlight. Слово fit в британском английском все мы знаем to keep fit. Это когда ты поддерживаешь себя в форме. Но в британском английском это сленговое слово для, когда кто-то очень сексуален, хорошо выглядит. То есть, she's so fit. Это то же самое, что she's so hot. Одинаково. А американцы это превратили еще в другое. Fit это теперь сокращенно от outfit. Outfit это наряд. Очень часто, если какие-то шоу-бизнесные колонки читать, там будет слово fit в смысле наряд. She had on a fire fit at the party. На ней был какой-то нереальный наряд на вечеринке. Ну и сюда же слово fire, как вы видите, как мы по-русски говорим огонь. Вот они тоже так его используют, когда что-то очень крутое, красивое. Особенно, например, ты можешь сказать That song is fire. Эта песня просто огонь. Your new haircut is fire. Крутая стрижка. Особенно, если вам нужно какой-то комплимент отвесить. Слово fire очень хорошо работает. И, кстати, сам смайлик, огонек, который можно отправлять. Если человек что-то говорит, ты отправляешь ему огонек. Это то же самое, что и огонь по-русски. Возможно, это было очевидно, но я решила озвучить на всякий случай. Так, это была первая часть. За второй частью приходи на Puzzle English. Продолжение следует...